привет и отрибуар на удачу кива войда вышел новый ролик называется сепи 40 дитя эволюции давайте посмотрим думаю будет интересно как обычно погнали какой раз уже вижу эту заставку нами до сих пор нравится прям классно сделали да таки of white помните этот бородатый и не очень смешно анекдот рассказывать чувство юмора взять хотя бы утконоса так лично я считаю что утконоса создал объект сепи 040 что нечто подобное ему либо же создатель утконоса является одновременно и автором сепи 040 данная аномалия носит название дитя эволюции это восьмилетняя девочка североевропейской расы относящиеся классу и плит ее рост не превышает одного метра а тело обладает различными физическими отклонениями я только глаз вижу разные все кожа дитя эволюции чрезмерно чувствительным воспримечиво к свету не осталось кожного покрова нарушается даже при незначительном физическом воздействии ярко такая болезнь по моему даже есть свои волосы ребенка быстро ломают уже ярно выпадают из-за гетерохромии один глаз девочки зеленого цвета 2 желтого при этом левым глазом она ничего не видит а его белок окрашив черный цвет несмотря на это уже не белок это уже чернок какой-то на физические проблемы девочка обладает незаурядным интеллектом в некоторой степени превыша но чего-то отняли что прибавили и чем средний уровень и и возрастной группы эмоциональное состояние объекта полностью соответствует таковому у типичного восьмилетнего ребенка с учетом индивидуальных отклонений и условий длительного содержания прозвище дитя эволюции девочка получила благодаря своим основным аномальным особенностям она спасу бегать себе она взяла утку и кого бобра что ли лицо эволюции девочка получила благодаря бобер походу родила утку бобра и сделал утконоса зачем изобрела то что уже и так было изобретено изобретено своим основным аномальным особенностям она способна изменять живую материю провоцируя в организмах мутации модификации так кошка плюс кто это медуза получилась ката медуза что ли какая-то ужас где глаза то какая настрёмная таким образом возникает новые биологические виды объединенные в группу с и пи а это еще ну чё это такое это просто кошка типа кошка и кошка или с чем она объединена непонятно разом возникает новые биологические виды объединенные в группу SCP-041. Существа, относящиеся к этой группе, забывают модели поведения, которые были характерны для них до возникновения мут... Это же котопёс! Ставь лайк, если ты смотрел этот мультик. Я, правда, его очень мало смотрел, мне он не очень нравился, но это забавная отсылка. Независимо от предыдущей видовой принадлежности, их поведение становится таким же, как у домашних кошек. Новые виды крайне преданы своему создателю, SCP-041. Что же касается внешних изменений, здесь возможны разнообразные варианты. Некоторые особи SCP-041 сохраняют прежнюю структуру тела и организма, претерпевая незначительные изменения. Например... Такая эта, анимешная тянка здесь. У них вырастает хвост или рога. Другие же подвергаются кардинальным преображениям, благодаря чему внешних признаков прежнего вида практически не остаётся. Чё за фигня? Была какая-то хрень ползущая, стал огромный слон со странными ушами и носом. А строение внутренних органов также полностью изменяется. Дитя эволюции способна только единожды изменить живой организм, и делает эта девочка исключительно по своей воле. Все изменения зачастую служат личным предпочтением и выгодам ребёнка. Одних животных она изменяет ради развлечения, других же ради... Давайте поржём над животным, сделаем из собаки, я не знаю, бабочку. Форта, например, для более удобного перемещения. Я не зря упомянул именно животных, ведь в большинстве случаев она способна изменять только эти живые организмы. Растения трансформируются с трудом, а микроскопические существа и вовсе не подластны силам дитя эволюции. Поскольку человек также является представителем... Ну всё-таки человек она тоже может. Окей, я задавался этим вопросом. ... животного мира при контакте с ребёнком он рискует навсегда... О, господи, что это за странная куколка-переросток. ... потеряет свой привычный облик. Чтобы обезопасить сотрудников, проводящих работы с субъектом, в камере содержания предусмотрена система распыления транквилизаторов. В случае, когда дитя эволюции демонстрируют непредвиденное поведение, специальный газ успокаивает её и гасит нежелательные поведенческие реакции уже через 5 секунд после воздействия. Камера содержания субъекта находится под строгим контролем двух руководящих сотрудников. Нахождение здесь любых организмов, не участвующих в экспериментах, запрещено. Исключение составляет 3 особи SCP-041. А, это те, которые нам показывали на бумаге. Руководство посчитало, что эти объекты не несут угрозы. Друзья её типа. А само дитя эволюции привязано к ним и нуждается в их компании. Объект SCP-041. Так, вот, наконец-то расскажет нам, из чего они состоят. SCP-041A был найден вместе с девочкой при первичном обнаружении субъекта. О, она что, сделала её из куртки своей? Чё? Так она же, по-моему, не может влиять на неживотных. Это полиморфное существо, произвольно меняющее форму и вступающее в симбиотические отношения с субъектом. А? Чё? А тут аж так можешь делать, нифига. Дитя эволюции использует его как свитер или верхнюю одежду. В обмен за обогрев субъекта... Это, блин, прям веном какой-то почти. Существо получает минералы и витамины из организма ребёнка. Скорее всего, в прошлом это существо было домашней кошкой, поскольку генетический анализ выявил наличие генов этого животного. Кроме формы, оно способно менять также цвет и плотность. Подобные модификации являются реакциями на изменения... Такое отдела кофты такая, блин, как-то мне не нравится этот цвет, давай сделаем розовый. О, другое дело, и деньги тратить не придётся на новую кофточку. Глобно. И вот почему оно постоянно улыбается. Эй, я под гелием. Оно имеет 11 конечностей с противопоставленными пальцами. Но самой главной особенностью этого существа является его дыхательная система. Она устроена таким образом, что в процессе газообмена возникает мелодия. Набор музыкальных звуков очень широк, а композиционная структура мелодии достаточно сложна. И не встречается ни у одного из классических или современных композиторов. Прикольно. Животно, умеющее издавать звуки. При этом у слушателя возникает ощущение, что где-то он это уже слышал. SCP-041. Баян! Чувак, ты играешь в баян! Джей. Дитя эволюции используют для передвижения. Четвероногое существо лишено глаз, но зато имеет утолщённый мех голубого и розового окрасов. А используют для передвижения существо, у которого нет глаз. Каким образом, интересно, оно передвигается? Немножечко непонятно. Широкий рот объекта наделён тупыми зубами. При желании существо может свободно карабкаться по потолкам и стенам. Ребёнок играет со своими питомцами в перерывах между уроками, которые проводятся каждый день в соответствии со школьной программой. Примерно два раза в месяц девочка проходит психологическую экспертизу. По её результатам руководство решает, стоит ли предоставлять субъекту дополнительные игрушки и развлечения. Надо отметить, что впервые намёк на существование этого объекта я встретил в одной провинциальной газете. Через три дня после выхода номера в печать все экземпляры, которые удалось найти, были изъяты и сцежены. В интернет информация также не успела попасть. Но я смог раздобыть страницу газеты, где напечатана статья о воскресшем из мёртвых человеке. Мне говорилось, что скончавшийся от инсульта профессор биологии Эван Роуз, спустя две недели после своей смерти, был замечен на севере Пенсильвании. Но, несмотря на то, что при жизни он являлся образованным и эрудированным человеком, его воскресшая копия обладала интеллектом младенца. Эти данные перекликаются с экспериментом по оживлению мёртвого человека в стенах фонда, проведённом с SCP-040. Ребёнок способен воскрешать мёртвую материю, но только при условии соединения её с живым материалом. В качестве живых организмов были использованы три серых крысы. Соединив их с трупом человека, дитя эволюции вернуло жизнь обратно в бездыханное тело. Ну, наверное, у него стал интеллект этой мыши или как? Только человек ничего не помнил из своей предыдущей жизни. А его интеллект, как и в случае с профессором, ничем не отличался от умственных способностей младенца. Капец. Интересно, он потом сможет раздить свои способности или нет? Ти и труп из эксперимента фонда являются одним и тем же человеком. Все особи SCP-041, созданные аномальным ребёнком, утилизируются сразу же после экспериментов. Прикольно, да? Типа, оживили человека, и потом сразу его опять убили. Это, по-моему, слишком жестоко, мне кажется. Кроме того, в северной части Пенсильвании отсутствуют какие-либо из известных мне учреждений фонда. И что важно, труп профессора был замечен ещё до того, как объект взяли на содержание. Я предполагаю, что именно в Пенсильвании находилась секретная лаборатория, в которой создали SCP-040. В документах фонда расположение лаборатории не раскрывается. Но в них указано, что помимо дитя-эволюции было обнаружено ещё 15 детей. Интересно, что с ними сделали с этими детьми-то? Их уничтожили, что ли? Остальные дети не обладали никакими аномальными способностями. Поэтому их обработали амнезиаками и устроили в детские дома, поскольку настоящих родителей... Ну хотя бы так, хотя бы так. Я предполагаю, что эти дети просто не успели приобрести аномальные свойства. Может, не успели, а может, у них на генном уровне не получилось их прижить или ещё как-нибудь. Почему сразу не успели? SCP-040 за ними присматривал некий мистер Грин, который убедил девочку, что у неё нет родителей и других родственников. Правда, большую часть времени о детях лаборатория... Это же отсылка на обещанный Неверлэнд. Ну типа там, вот эта вот женщина, это их типа мама. Этого чувака я не помню, как зовут, но один из главных героев, короче. Рейс, что ли? Не, не помню, короче. Ну это 100% отсылка на обещанный Неверлэнд. Прикольно. Так. В случае плохого поведения детей закрывали в их комнатах. Иногда нянечки надевали им на головы шлемы с датчиками, которых дети проводили достаточно много времени. Зачем? Судя по рассказам субъекта, у каждого ребёнка был свой порядковый номер, как в фонде. Когда я узнал о мистере Грине, первая мысль, пришедшая в голову, была о докторе Васе Голбруке. Похож на этого я, Эйнштейна. Ведь именно он проводил многочисленные эксперименты над детьми. Однако, немного поразмыслив, я отбросил эту идею. Дело в том, что психологические характеристики Голбрука и Грина не совпадают. SCP-040 описывает мистера Грина как очень хорошего человека. Он страдал заиканием и всегда доброжелательно относился к детям. В случае с Голбургом... Так, ну вот хотя бы так, хотя бы не в её на них. Всё было наоборот. Девочка-киборг или SCP-191 до сих пор боится провиниться из-за жестокого отношения доктора. Козлина. Но, скорее всего, существует ещё один доктор, способный продуцировать аномалии. Чтобы узнать это, наверняка необходимо наведаться в северную часть Пенсильвании. Но есть одна серьёзная проблема. Протоколы фонда предписывают регулярное наблюдение за местом обнаружения SCP-040. Фонд опасается, что учреждение, в котором нашли субъект, может снова восстановиться в том же месте. Так что, если я попаду в поле зрения сотрудников, меня наверняка задержат. Но когда это меня пугали такие опасности? Бесстрашный, что ли, ты слишком. Зачем ты постоянно переезжаешь? Полагаемый лабораторий, где была обнаружена SCP-040, находится на старом складе. Нетрудно было до этого догадаться, учитывая большое количество агентов возле интересующего меня места. Сначала... Не буду же они стоять просто у рандомного здания. Разведки. Я запустил несколько дронов над складом. Я предполагал, что агенты их будут сбивать огнестрельным оружием. Дроны должны были передать мне сигналы, с какой стороны ведётся обстрел. Это означало бы, что необходимо заходить с противоположного направления. Уверен? Может быть, просто дрон как раз-таки летел с той стороны. А с противоположного направления тоже стоят агенты, но просто ещё пока дрон не заметили. Типа, я сомневаюсь в том, что люди будут стоять только с одной стороны, блин, и охранять здание. Но как оказалось, агенты окружили территорию со всех сторон. Ну это было как бы логично. Пули летели буквально отовсюду. Раз не получилась разведка по воздуху, мне пришлось пробираться под землёй. Раньше на территории склада, ещё до того, как там расположилась лаборатория, существовало некое промышленное производство. Оно требовало особой канализационной системы, которая справлялась с большим количеством отходов. Я пробрался сквозь... Точно отходов? Или просто контрабанду переносили? ...канализационную систему, но было очень наивно с моей стороны полагать, что агентов не будет внутри склада. Я понимаю, понятно. При сотруднике фонда стояли непосредственно в месте выхода из канализации. Тем не менее, мой поход через подземный... Я бы ещё и в канализацию поставил. И вообще, я удивлён, почему там не было тоже сотрудников. Каналы оказался не напрасным. Вероятно, агенты прочесывали только склад и не соизволили обыскать трубы, ведущие к нему. А зря. В 10 метрах от самого склада я нашёл небольшой тоник. В нём хранилось 7 белых халатов, мужской костюм, 6 женских футболок и брюк. Однако интерес представляют не они. Чё такое? В одном из карманов я нашёл чек, выписанный на имя Чарльза Грина. Вероятно, когда агенты штурмовали склад, мистер Грин и нянечки убегали через канализационные проходы. В тайнике их ждала запасная одежда. Они скинули белые халаты, переоделись и убежали. В попыхах мистер Грин оставил чек в кармане халата. Теперь с помощью банковского документа будет нетрудно отыскать того самого мистера Грина. Так я думал, когда нашёл чек. Но я ошибался. Только в одной Пенсильвании людей с именем Чарльз Грин я насчитал около четырёх сотен. А по всем штатам их будет десятки тысяч. К тому же, таинственный Грин может быть уже далеко за пределами США. И всё же самое интересное, что чек был выписан Уильямом Нистелроем. Я знаю только одного человека с таким именем. Это агент фонда, занимающийся постановкой на учёт новых объектов SCP. Неужели фонд сам заплатил мистеру Грину, чтобы он сбежал? Или же это было нужно? Заплатил, чтобы сбежал? Нафига платить, чтобы кто-то сбежал? Немножко странно, ладно. Лично не стал Рою. Что вы думаете по этому поводу? Кто такой мистер Грин? Является ли SCP-040 его творением? Или же он просто содержал её, как это делает фонд? Пишите свои мысли в комментариях. Если там было много людей, то скорее... Ой, фу, детей, то скорее всего он из них пытался сделать SCP. А я пока займусь следующим расследованием. Ролик получился, как обычно, очень интересный. И я получил удовольствие от его просмотра. Надо лайк поставить. А, я уже поставил, как обычно. Ставлю лайк и забываю, потому что, ну, классный видос. И он заслуживает нескольких лайков. Огромное воду спасибо за контент. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Огромное спасибо моим спонсорам третьего уровня, а именно Виктору.